Мы ехали очень тяжело. Мы выехали сразу, как только взорвался аэропорт, мы поняли, что нужно убегать. Я простояла 6 часов возле банкомата, чтобы снять хотя бы 8 тысяч гривен. Меня просто оттолкнули. Я еле забрала свою карту из банкомата. Это было очень страшно. Я поняла, что все настолько серьезно. Когда встаешь с колен, забираешь карту, и тебя трясет. И ты слышишь гул, когда включают объявление войны. И все бегают в машины, то есть сигнализация срабатывает. Создается ощущение хаоса, и все люди понимают, что что-то не так, но еще ничего до конца не знают. Пока, слава Богу, справляемся. Это уже третьи сутки. Мы, скажем, не спим все. Все волонтеры, жители села, все дружно нам помогают. У нас поток не закончает. Мы видите сами, что 5-10 человек зашло, покушали, куда-то мы спределили, другие заходили. Потому что люди идут, идут, идут. Четвертые сутки уже идут люди. Мы просто даже не считаем, и даже не думали считать, потому что бесполезно это. Вот это все волонтеры, которые помогают, средства личной гигиены, продукты, все вместе. Мы немножко прозлаживали, все. Ну, как есть. Спасибо людям, помогают. Мы очень рады. Вот наши девчонки, которые постоянно обращаются. Девчонки, улыбнитесь, не сняйтесь. Это наши помощники, которые оказывают помощь. Я вот видела вчера в нашей группе сельской, что нуждаются беженцы где-то поместиться, переночевать. И у меня как бы есть дом, родительский дом. Моя мама в Польше. Дом пустой. Как бы кровати не жалко. И я приютила их. Семью с 5 человек. Отец, мать и трое деток. Сказали, что они приехали из Киева. Они приехали на своей машине с детками, с собаку успели взять. И вот ночью они приехали. Дом, естественно, мы натопили, ждали, что кто-то может нуждаться в нашей помощи. Деток очень маленьких, много. Просто жаль этих маленьких деток. У меня тоже своих двое. Знаю, что это такое. Это все от чистого сердца. Да, это мой кабинет, который помогает. А что делать? Сейчас привезут к постели. Мы здесь организуем. Поставим колорифры и кровати, чтобы на всякий случай, если кто-то захочет хотя бы час-два отдохнуть, здесь организуем тоже. А здесь что? Просто зал, да, 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 да. У нас маленькое село, плотенческое население. Тихо, спокойно, а тут вдруг такое. Осталась моя мать и моя сестра с маленьким ребенком в Херсоне. Я теперь понимаю, что они уже никуда не будут, потому что после нас наши друзья через три часа собрались и поехали, и они застряли. Потому что и они попали под обстрел, и плюс люди, которые ехали им навстречу, сказали, что все, они видели уже людей с оторванными ногами в машине, просто мертвая женщина лежит в машине. То есть их просто стреляют в лоб, никто никого не слушает и не жалеет, просто издалека расстреливают. И это очень страшно. Моя мама, слава богу, работает в больнице, она может спрятаться в бомбоубежище. Моя сестра нет, они просто сидят дома с ее ребенком. Мы всех любим и ценим, неважно, это украинцы, россияне, румыне, мы всех любим и уважаем. Моя сестра нет, это украинцы, это украинцы, это украинцы, это украинцы.